Йо привет, меня зовут Павел Абастов, в этом видео я тебе расскажу как же при новых настройках закрыть свой профиль в инстаграме Во вторых, ты узнаешь плюсы и минусы этого действия, ну и в третьих, ты решишь для себя, нужно ли тебе закрывать профиль в инстаграме или же нет Прямо сейчас жми свой царский резкий лайк, я начинаю Для начала жмешь на три полоски в правом верхнем уголочке и попадаешь в настройки Там есть фунт аккаунт, жмешь по аккаунту и в самом-самом низу есть функция переключиться на личный аккаунт Если данной функции нет, то у тебя и так личный аккаунт и ничего переключать не нужно И тут появляется самый главный минус закрытия профиля в инстаграме Это то, что у тебя больше не будет ни статистики постов, ни статистики сториз и ни общей статистики профиля Соответственно переключив аккаунт с бизнес на обычный профиль, ты теряешь эти все функции и другие функции, которые есть у бизнес профиля в инстаграме Например, та же самая официальная реклама в инстаграме Но если это все тебе не волнует и ты хочешь закрыть свой профиль в инстаграме, то смело переключайся с бизнес профиля на личный в самом низу И возвращайся обратно в настройках В настройках есть пункт конфиденциальность и безопасность, нажимаешь туда и в самом верху есть пункт конфиденциальность аккаунта Нажимаешь туда и попадаешь в менюшку, где можно закрыть свой профиль В принципе, если ты нажмешь на этот полузночек, ты закроешь свой профиль Но давай перед тем, как это делать, разберемся, какие есть плюсы и минусы у данного действия Жмем на кнопочку подробнее и вылезает справка инстаграм Там написано управление видимостью Давай почитаем, как сделать фото и видео закрытыми, чтобы только авторизированные подписчики могли их видеть Соответственно, если ты выкладываешь фотографию или видео по определенному хэштегу То только те люди, которые на тебя подписались и которых лично ты одобрил Смогут видеть эти фото и видео по данному хэштегу Все остальные же люди не смогут видеть твои фотографии Соответственно, ты теряешь возможность продвигаться по хэштегам и по геолокации То есть, это уже самый первый или даже второй минус Как это сделать, показано на этом скрине Если хочешь, ставь на паузу и делай А теперь, что нужно знать про закрытые публикации Смотри, если ты делишь закрытые публикации в социальной сети То ее могут увидеть все, независимо от того, закрытый у тебя профиль или нет То есть, если ты поделишься своей публикацией ВКонтакте То ее все смогут видеть по ссылочке, то есть по URL Но если человек перейдет по этой публикации в твой профиль То он будет также закрытый для данного человека, если ты этого человека не одобрил Запросы на подписку, лайки и так далее отображаются в лайке Об этом чуточку попозже Если кто-то до этого момента был уже подписан для тебя То он автоматом одобривается И сможет просматривать твои публикации, твой профиль и так далее Важный момент, пользователи по-прежнему смогут отправлять тебе фото и видео Даже если они не подписаны на тебя Знаешь ты или нет, но в инстаграме есть такая функция, как сетевой статус То есть, если ты в директе переписываешься с кем-то Там показывается такая вот кнопочка И видно, когда ты онлайн, когда ты не онлайн Соответственно, ты можешь отключить данную функцию по своему желанию Тут показывается мини-инструкция Если хочешь, ставь видео на паузу и выключай свой сетевой статус Я лично его не выключаю, потому что это достаточно удобная функция Как я уже говорил ранее, ты больше не сможешь продвигаться ни по хэштегам, ни по геолокации Потому что все остальные люди не подписаны на тебя и не видят твой профиль Потому что твой профиль закрытый для всех По поводу лайков Если ты кого-то лайкаешь с закрытого профиля, то твой лайк будет виден для всех Но если твой профиль закрытый, то твои публикации, в том числе отметки лайки и комментарии Будут доступны только авторизированным подписчикам, кого ты одобришь Отметки нравятся на твоих публикациях, не будут появляться в ленте на вкладке действия подписки И если ты лайкаешь кого-то извне, какого-нибудь пользователя, который не подписан на тебя То твои отметки будут видны уже всем Но только те люди, которых ты авторизируешь, смогут просматривать уже твои публикации Потому что твой профиль закрытый Я думаю, с этим разобрались, это все просто и понятно По поводу упоминаний, если пользователь с закрытым профилем упоминает человека Который не является твоим авторизированным подписчиком на фото или видео То этот человек не получает пуш-уведомления А также уведомления в разделе «Вы» на вкладке действия Ну это где лайк Если пользователь с закрытым профилем оставляет комментарий к фото пользователя с закрытым профилем Этот комментарий могут видеть все Если же пользователь с закрытым профилем отправляет фото либо видео определенной группе людей через Instagram Direct Только его подписчики могут видеть комментарии или упоминания, связанные с этим фото либо видео Что будет, если поделиться публикацией в другой социальной сети? Ну, она станет доступной, но твой профиль по-прежнему будет закрытый и недоступен для всех остальных людей в интернете Как удалить определенного человека, который на тебя подписался? Тут все достаточно просто Если твой аккаунт является закрытым, то ты сможешь удалять людей из списка подписчиков Просто переходишь в свой профиль, выбираешь подписчики в верхней части экрана И выбираешь настройки и справа от подписчика будет кнопочка удалить Тут все просто Этот человек автоматом от тебя отписывается и даже не узнает о том, что он от тебя отписался А если какой-то определенный человек тебя бесит, раздражает, то можешь его заблокировать Потому что реально существуют люди, которые бесят, достают, спамят и так далее Таких людей я часто баню и тебе тоже советую Следующий момент, смотри, пользователи получают рекомендации подписаться на определенных пользователей После того, как они подписались на тебя Как тебе это отключить? На данном скрине показана инструкция, как же это отключить Просто заходишь в свой инстаграм через мобильный телефон, либо через ПК Выбираешь свой профиль, нажимаешь редактировать профиль Касаешься или нажимаешь рядом с пунктом рекомендации похожих аккаунтов, а затем отправить После того, как ты откажешься от рекомендаций других пользователей в своем профиле Ты также не будешь отображаться в рекомендованных Соответственно, ты теряешь часть трафика на свой профиль. Еще один важный момент. Как же удалить определенные фото, либо видео из гугла? Тут на самом деле все очень просто. Ниже вот на скрине показаны все сторонние сервисы, которые пользуются API Инстаграмом. И именно написав в эти сервисы, ты сможешь удалить определенные фото, либо видео из данного источника. Со справкой Инстаграма разобрались. Если ты хочешь закрыть аккаунт, то ты его закрываешь. Как одобрить человека, который на себя подписался? На самом деле тут все очень просто. Ты жмешь на сердечко, то есть на действие, и в самом-самом верху есть запросы на подписку. И там можно либо подтвердить человека, который отправил тебе запрос, либо удалить. Какие же есть плюсы и минусы у этого и когда стоит закрывать свой профиль в Инстаграме? Закрывать профиль в Инстаграме стоит только в трех случаях. Первый случай это когда ты ведешь Инстаграм чисто для друзей, для родственников и не хочешь, чтобы твои личные фотографии видели какие-то левые люди, которые не знакомы с тобой. Второй случай это когда ты какой-нибудь предприниматель, медийное лицо, бизнесмен и так далее. И ты участвовал в определенном гиве, чтобы набрать аудиторию. Заплатил 100 тысяч рублей за гив, получил 100 тысяч подписчиков и вдруг почему-то они ни с того ни с сего начали от тебя отписываться. Ты закрываешь профиль и те люди, которые захотят от тебя отписаться, им всплывает окошко типа, а вы реально хотите отписаться от этого человека или же нет? Потому что профиль закрытый и человек уже дважды подумает отписываться от тебя или нет. И статистика показывает, что если не закрывать профиль после гива, то сохраняется 30% аудитории. Если закрыть профиль, то сохраняется 45-50% аудитории. Поэтому если прошел гив и ты закрываешь профиль, то ты сможешь больше аудиторию себя оставить. Ну и третий случай когда реально стоит закрывать свой профиль в Инстаграме, это когда ты активно рекламируешься в каких-то других профилях, либо в сообществах. Как это делается? Ты покупаешь рекламу в десятках, в сотнях пабликах, аккаунтах и так далее. И в этой рекламе выкладываешь мега интересную статью, которая обрывается на самом интересном месте, либо видео. И уже в самом рекламном посте есть ссылочка на твой аккаунт через собачку. И там написано примерно следующий текст. В данном аккаунте продолжение. Соответственно человек, который заинтересовался данной статьей, либо видео интересное было, и там прям на самом интересном месте оно оборвалось, он переходит в твой профиль, а твой профиль закрыт. И соответственно человек на тебя подписывается и ждет твоего удобрения. Ну а после этот человек остается с тобой. Это три случая, когда реально стоит закрывать профиль в Инстаграме. Есть конечно же и четвертый случай, когда стоит закрыть профиль в Инстаграме. Это когда в этом профиле есть какая-то мега супер секретная информация, которую ты продаешь за деньги. Точнее не информацию ты продаешь за деньги, а доступ к закрытой информации в данном аккаунте. То есть человек платит тебе денежку, на тебя подписывается, ты подтверждаешь подписку и человек получает доступ к закрытой информации в этом закрытом профиле. Ну как-то так. Это были основные моменты про закрытый профиль в Инстаграме. Если тебе видео данное помогло, было полезно, интересно и так далее, то пожалуйста поддержи меня своим царским кривовским лайком. Также благодаря за это видео, подписывайся на мой Инстаграм аккаунт, пиши в комментарии как тебе понравилось видео или нет. Подписывайся на этот Ютуб канал, потому что в этом Ютуб канале я рассказываю все про Инстаграм. Обновления, новинки, раскрутка, в общем все что связано с Инстаграмом. А я напоминаю, что с тобой был я Павел Абастов, еще увидимся в следующем видео и пока-пока.